Ладык, ну а теперь к вопросам телезрителей этой недели. Илья из Балашихи спрашивает, можно ли после причастия Святых Христовых Таин в тот же день сдавать кровь как донор? Я лично думаю, что можно, хотя некоторые священники, наверное, скажут, что нельзя. Донорская кровь — это доброе дело, которое человек делает для спасения людей. Я думаю, что нет никаких противопоказаний против того, чтобы сдавать донорскую кровь в день причастия. Анастасия Волкова из Саратова спрашивает, с учетом того, что я православная христианка, могу ли я вступить в брак с разведенным мужчиной или это грех? Это зависит от того, какой статус у этого мужчины, является ли он церковным человеком и получил ли он благословение на вступление во второй брак. Если он получил благословение церкви на вступление во второй брак, то препятствий для этого не усматривается. А если он ранее не был венчанным, он для церкви является и неженатым и неразведенным? Не совсем так. Церковь признает тот брак, который был зарегистрирован соответствующими органами в качестве брака. То есть церковь признает не только венчанные браки. Если, например, человек уже состоял в браке, но тогда не был венчан, то для того, чтобы он мог получить благословение на венчание, тот предыдущий брак должен быть расторгнут. Можно ли молиться Господу за самоубийцу, чтобы тот простил его, именно Тула? Молиться за самоубийц мы можем, только мы не должны это делать за общественным богослужением в церкви. Мы можем молиться за самоубийц сами в своей комнате, обращаясь к Богу со словами молитвы о прощении этого человека и помня о том, что судьба каждого человека в руках Божьих. Потом, конечно, самоубийства бывают очень разные. Бывают самоубийства, которые совершены в состоянии психической невменяемости. Бывают самоубийства, которые совершены при каких-то иных обстоятельствах. Поэтому в конечном итоге судьба каждого человека в руках Божьих, и мы можем молиться о каждом умершем человеке, вне зависимости от того, как он жил и как он умер. Ладыка Наталья спрашивает из Москвы. У меня вопрос по поводу смысла крещения детей неверующими родителями. Вот мои родственники, далекие от веры люди, как это и положено, много лет назад крестили своих детей. Крестными родителями они пригласили знакомых, таких же неверующих. Понятно, дело детей в храм не водили. Сейчас ребятишки выросли, и, конечно, православная вера их не интересует, непонятно и таинственно. Какой же смысл был в их крещении, в младенчестве? Просто когда-нибудь традиции? Особого смысла, к сожалению, в таком случае не было. Но речь идет о тех временах, когда, наверное, процесс катехизации в церкви еще не был должным образом налажен. Такое бывало в советское время, такое бывало в 90-е годы, когда люди приходили креститься либо по традиции, либо крестили ребенка, чтобы он не болел, либо по каким-то иным причинам. Мы сейчас всегда говорим нашим верующим и тем людям, которые приносят или приводят детей креститься, что крещение имеет смысл только в том случае, если ребенок будет воспитан в православной вере. И этим должны заниматься либо родители, либо крестные, либо и те, и другие. А для того, чтобы этим заниматься, они сами должны быть воцерковленными людьми. Это то требование, которое мы сейчас предъявляем ко всем, кто приводит или приносит детей креститься. Большое спасибо, Владыка, что ответили на наши вопросы, вопросы телезрителей. Спасибо, Екатерина. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, закончить эту передачу словами из второго послания святого апостола Петра. Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа и Иисуса, Господа нашего. Я желаю вам всего доброго и да хранит вас всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok